здравствуйте сегодня я хочу показать вам как можно в пиццемейкере дома приготовить очень вкусную пиццу для приготовления мне понадобится томатное пюре или же можно взять кетчуп я добавлю красную паприку в него и черный молотый перец перемешаю и подливочка готова также мне понадобится колбаса сыр у меня сулугуни можно взять моцареллу для пиццы будет великолепно ну и конечно же тесто тесто у меня дрожжевое его нужно 400 грамм на сковороду пиццемейкера холодного пиццемейкера я наливаю немного оливкового масла и кладу тесто теперь тесто нужно раздвинуть по форме чтобы оно легко раздвигалась ему нужно дать немного отдохнуть буквально 3-4 минуты и перевернутая на другую сторону тесто посмотрите как легко раздвигается руками можно конечно воспользоваться скалочкой подровнять но руками тоже очень легко его раздвинуть немножко под бортики я прижимаю чтобы тесто не убегало все таки она пружинит и сбегается вот так вот пальчиками прижимаю и тогда тесто остается почти на месте теперь я выливаю протертые томаты у меня как я сказала можно использовать любимый кетчуп и раскладываю тонко нарезанную колбаску здесь можно проявить фантазию и положить все что нравится у меня вот такая домашняя колбаска немного зелени у меня укроп но можно взять любую зелень очень хорошо подойдет базилик орегано петрушка сверху натертый сыр количество продуктов можно взять по своему желанию у меня пошло примерно 100 грамм сыра один помидор 100 граммов вареной колбасы и 50 примерно граммов томата вернее у меня томаты протертые но можно использовать кетчуп через 15 минут моя пицца готова присыплю ее сверху зеленью закрою прибор и оставлю выключенном приборе минут на пять если вы еще не знакомы с таким прибором на моем канале вы можете увидеть обзор и рецепты к нему пицца готова вот так легко ее можно перенести на блюдо 400 грамм теста достаточно для того чтобы получить вот такую тоненькую пиццу если взять больше то конечно же она будет потолще но это по желанию кто-то может быть любит пиццу пирог так она поджарилась легко нарезается такая пицца у меня получилось в результате если вам интересно как я готовила тесто ссылочку оставлю а я на этом с сегодня буду прощаться спасибо что вы готовите вместе со мной приятного аппетита и до новой встречи